Что бы ни говорили критики советской власти, в Союзе было немало хорошего. Ведь недаром люди, жившие в ту эпоху, признаются. Они были по-настоящему счастливы. Чего только стоили квартиры, которые получили от государства миллионы семей. Бесплатное образование медицины, практически стопроцентная занятость и социальная защита. Всё это также вселяло веру в завтрашний день. Но о том, что за всё это приходилось платить немалую цену, всё же стоит напомнить. Всех приветствую, меня зовут Роман, вы на канале Самое-самое в мире. И это видео о том, чем можно заниматься сейчас, но за что можно было попасть в тюрьму в Советском Союзе. Приятного просмотра. Выезд за границу Сейчас весь мир катается туда-сюда, но в советское время всё было иначе. Поездка даже в социалистическую Болгарию сопровождалась сложностями. После заявления в несколько инстанций оплаты положенных пошлин, надо было подождать результатов проверки. Сомнительные родственные и дружеские связи, и о поездке можно забыть. Запросы рассматривали аж в столице, в КГБ. На собеседовании у желающего осмотреть достопримечательности зарубежья ненавязчиво интересовались. Что это ему не сидится на родине? Надо ли говорить? Такой фильтр проходили далеко не все. Хранение валюты Если у советского человека возникало желание подставить ближнего, он мог просто сообщить, что тот хранит дома иностранную валюту. Доллар другой мог иметься у многих. А за подобное можно было и сесть. Были и в Союзе магазины, где товары продавались за валюту. Но там отоваривались иностранцы, статусные чиновники, звезды кино и спорта. Другим никак. Тунеядство Все трудоспособные граждане СССР обязаны были трудиться на благо государства. А всех профессиональных лентяев, уклонявшихся от общественно полезного труда или живших на нетрудовые доходы, среди которых были не только алкоголики и попрошайки, но и много поэтов, художников, музыкантов, отправляли в места не столь отдаленные по статье 209 УК РСФСР. Под эту статью также могли попасть таксисты-частники, садоводы, выращивающие урожай на земельных участках, строители-шабашники, сдающие жилплощадь в аренду и тому подобное. Во времена Андропова даже устраивали облавы в рабочее время в магазинах и кинотеатрах, выявляя бездельников. Популярный 80-й певец Виктор Цой специально устроился к очагарам в котельную, чтобы избежать проблем с музыкальной деятельностью. Эта статья также активно использовалась для политических причин. Например, по ней привлекали известного поэта Иосифа Бродского. Отменили её только в 1991 году. Спекуляция Основной предпринимательский принцип рыночной экономики – купил дешевле, продал дороже – у нас считали не трудовыми доходами, а значит преступлением. В эпоху всеобщего дефицита качественной одежды, книг, посуды, виниловых пластинок и даже продуктов питания, импортные товары пользовались существенным спросом. Поэтому некоторые граждане рисковали, приторговывая, добыты через дипломатов, моряков и командированных, дефицитной фарцой. Да и сами граждане были готовы заплатить двойную цену, чтобы выделиться на фоне других. Ведь такие вещи в универмагах было не достать. Несмотря на конспирации, встречи за гаражами или на квартире, фарцовщиков иногда ловили и сажали на срок до 7 лет по статье 154 УК РСФСР. Особенно рискованными были валютные спекуляции, даже просто наличие на руках инвалюты. За которые можно было даже получить высшую меру. Например, дело Рокотова. Так государство боролось со стелягами, скупщиками товаров у иностранцев и ночными бабочками в интуристах. Наказание за обычную спекуляцию отменили в 1991 году. А валютные операции были полностью легализованы лишь в 1994. Запрещенная литература Авторы, чья позиция не устраивала советскую власть, были под запретом. Это были и отечественные диссиденты, и западные писатели, критиковавшие ценности, близкие коммунистической идеологии. В принципе, основная масса населения в этом беды не видела. Библиотечные полки ломились от книг на любой вкус. Критика власти Такое расценивалось, как в наше время терроризм, да и каралось так же. Называлось публичное высказывание недовольства словом «антисоветчина», и каждый знал, чем это грозит. Сейчас некоторые шутки про вождей кажутся невинными, а тогда за них могли репрессировать. В СССР не красили волосы в яркий цвет А что касается длинных волос, то длинные волосы у мальчишек были запрещены. Длинные распущенные волосы на Западе носили в основном хиппи. Это было чуждо советскому строю, и поэтому запрещалось. Методы борьбы с длинными волосами у мальчиков были различные. От нейтральных – дать время сходить в парикмахерскую, до крайних – выстричь клок волос из шевелюры. Девушек заставляли свои распущенные волосы собирать в хвост или заплетать в косичку. Особым гонением были подвергнуты модные в то время челкие волосы, окрашенные чернилами в черный и синий цвет. Смена места прописки В СССР практически нереально было получить прописку в том городе, где тебе хочется жить. Государственная система контроля миграции населения, сложившаяся в Российской империи, получила свое развитие и в СССР. Основной принцип, который заключается в жесткой привязке граждан к их постоянному месту жительства. А люди, которые кочевали по стране, вызывали стойкое недоверие у окружающих. Продажа, покупка недвижимости В СССР дачи и квартиры выдавали. Свободная покупка недвижимости не была обычным делом. Желающие приобрести жилье вступали в кооператив, уплачивая вступительный пай и ежемесячные взносы. Из членов кооператива выстраивалась очередь на получение жилья. По окончании строительства дома, квартиры распределялись между очередниками, которые продолжали выплачивать взносы. В некотором смысле это было похоже на современную ипотеку. Однако с важным отличием. Не было грабительского судного процента. Но даже после выплаты взносов, квартира не становилась собственностью жильца. Она оставалась в коллективной собственности ЖСК, и её можно было продать только члену этого кооператива. Отработка по распределению После окончания вуза вчерашний студент очень часто отправлялся в Тмут-Ракани, за сотни километров от места жительства. Следовало отдать родине долг и отработать минимум три года. С одной стороны, гарантированное место работы. С другой, частенько эти годы приходилось молодому специалисту существовать в очень тяжёлых условиях. Ограничения для граждан Также были ещё некоторые запреты и ограничения для граждан. Выпущенным на свободу рецидивистам, а также диссидентам и тунеядцам запрещалось селиться ближе 101 километра от Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик и закрытых городов до начала 90-х годов. Во время Олимпиады в 1980 году за 101 километр отправляли всех неблагонадёжных. Регламентированная вера в Бога Быть верующим в СССР не запрещалось, но выставлять это на показ не полагалось. Более того, служители культа и их прихожане всегда должны были помнить о существовании в Уголовном кодексе РСФСР, статьи 142. Она называлась «Нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви». Согласно этой статье запрещалось осуществлять принудительный сбор в пользу религиозных организаций и служителей культа. Изготовление и распространение сообщений, листовок, призывающих к неисполнению законодательства о культах и всё в таком духе. Наказание по этой статье было сравнительно небольшим. От года принудительных работ до 50 рублей штрафа. Но даже эту статью верующие умели обходить, собирая подаяния в виде церковных попрошаек. Хотя и из-за этого была своя статья. Казалось бы, ну а что плохого может быть в спорте? Он делает человека сильным и здоровым, помогает найти единомышленников, сближает их и закаляет дух борьбы. Однако о советской власти были несколько иного мнения. Некоторые виды спорта в Союзе также считались недопустимыми по разным причинам. Бильярд. Бильярд попал под запрет самым первым. Произошло это сразу после смены социально-общественного строя в 1917 году. Новые власти посчитали этот вид спорта буржуазным пережитком. Долгое время в бильярд никто не играл и даже не вспоминал о нем, пока в 1930 году сам товарищ Сталин не заинтересовался катанием шаров. Тогда игра снова обрела популярность. Во многих санаториях, домах культуры и парках отдыха были установлены бильярдные столы. Комитет по физкультуре и спорту даже создал отдельную секцию, которая занималась обучением бильярду и организацией общесоюзных соревнований. Такие чемпионаты проводились вплоть до 1947 года. Но затем игру неожиданно снова признали противоречащей ценностям общества. Очередное возрождение бильярда произошло уже в 1988 году, когда образовавшаяся в Москве бильярдная федерация заявила о присвоении игре статуса вида спорта. Бейсбол Во времена Великой Депрессии американские специалисты приезжали в СССР в поисках работы. Именно они и привезли сюда свой национальный вид спорта – бейсбол, который быстро полюбился и советским гражданам. Игра стала настолько популярной, что уже скоро игре в неё начали учить в Московском институте физкультуры. На стадионе «Динамо» для игр в бейсбол даже организовали отдельную площадку. В тот же период проводились соревнования по бейсболу и сформировалась бейсбольная лига СССР. Сначала власти не придавали этому особого значения и даже были не против, чтобы американская игра стала новым видом советского спорта. Но когда наступили времена большого террора, о бейсболе пришлось забыть. Игру запретили. Все соревнования отменили, а тех, кто поддерживал бейсбол и пытался его популяризировать, могли даже арестовать. Карате Осенью 1981 года вышел официальный указ об административной ответственности за нарушение правил обучения карате и дополнение к статье о незаконном хранении оружия, статья 219 УК РСФСР, с пунктом о незаконном обучении этому виду спорта. Существует несколько версий, почему это произошло. Первое. Криминализация. Частое использование приёмов карате во время драк привело к повышению уровня смертности. А так как карате в те годы было очень популярным, почти все молодые люди в той или иной степени им владели. Вторая версия. Нехватка людей в других видах спорта. Карате находилось на пике своей популярности, и все хотели заниматься именно им. Отсюда возник дефицит спортсменов в дзюдо и боксе, даже на уровне сборных СССР. По этой причине почти 14 лет представители страны не могли занять призовые места в соревнованиях по боксу, так как серьёзных спортсменов, способных на это, просто не было. Есть и другие объяснения тому, почему карате перестало существовать. Например, некоторые считают, что этому поспособствовал недостаток контроля над секциями. Власти не знали, что творится в спортивных сообществах, которых тогда было просто огромное количество. Другие полагали, что каратисты волей-неволей помогали созданию неучтённых денежных потоков и расцвету теневой экономики. Отследить все продажи снаряжения, плакатов, значков и прочие атрибутики было просто невозможно. Бодибилдинг. Бодибилдинг, который в Советском Союзе называли атлетической гимнастикой, обрёл популярность в 60-е годы. И это при том, что у спортсменов того времени отсутствовали достаточные знания в этой сфере. Для тренировок они использовали методику 60-летней давности, разработанную Евгением Сандовым. А обо всех новостях мира бодибилдинга узнавали из нелегально привезённых польских журналов. Отношение властей к этому виду спорта с самого начала было негативным. Бодибилдинг считали западным веянием, хотя официально его никто не запрещал. Пока. В 1971 году в Северодвинске прошёл первый чемпионат среди культуристов. Мероприятие было неофициальным, но всё же привлекло спортсменов со всех уголков страны. Через год соревнования повторились, однако стали последними в истории развитого социализма. Провести чемпионат в 1973 году помешало постановление о запрете развития этого вида спорта. За пропаганду бодибилдинга могли даже отправить в тюрьму. Это и произошло с призёром первого чемпионата по культуризму Владимиром Хамулёвым. Другой культурист Евгений Колтун оделался товарищеским судом, но в целом атлетов клеймили, приравнивая их к зэкам и преступникам. Но даже риск тюремного заключения не смог остановить истинных любителей тягать железо. Стали появляться подпольные залы, где спортсмены занимались различными подручными средствами. В ход шли автомобильные шины, рельсы, трубы. Всё, что могло бы помочь нарастить мышцы. Благодарю вас за просмотр. Если видео вам понравилось, можете поставить лайк, а также напишите в комментариях, что вы знаете о Советском Союзе. Всего хорошего. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok